С начала 2017 года армавирские судебные приставы приняли более 6 тысяч исполнительных листов о взыскании из горожан задолженности по коммунальным услугам. Общая сумма долгов превышала 110 миллионов рублей. Сейчас осталось 69 миллионов. Цифра тоже внушительная. Судебные приставы говорят, что у них достаточно законных механизмов, чтобы взыскать эти деньги. В первую очередь обращается взыскание на денежные средства должника. В случае их отсутствия или недостаточности мы осуществляем принудительные меры – это выезды по месту жительства должника. Чаще всего это происходит в присутствии представительных коммунальных служб. Вместе с ними осуществляем выезды. По выезду обращаем взыскание на имущество должника. Арестовать можно любое имущество должника, кроме узкого перечня предметов первой необходимости, таких как стол, стул, кровать. Имущество должника реализуется, чтобы погасить долг. В 2017 году приставы наложили 358 таких арестов. Под арест попадает, может, как бы это ни было смешно, даже железные ворота, если они представляют ценность. Если это какая-то эксклюзивная работа, она описывается, оценится как работа. Если же это уже не представляет такой материальной ценности, то и описывается как металлолом. По словам приставов-исполнителей, должники не всегда понимают, насколько серьезно их положение. Вот когда наложат запрет на выезд за границу, на регистрационные действия с недвижимостью, арестуют банковские счета, заберут любимый холодильник, человек начинает волноваться и пытаться погасить долг. Между тем информацию о наличии задолженности каждый может узнать на официальном сайте судебных приставов. Коммунальные предприятия идут навстречу гражданам, которые хотят решить дело мирно. Составляется соглашение о рассрочке. Срока давности долга не существует. Если у человека нет сейчас официальных доходов и имущества, их заберут, как только они появятся. Это может быть очень долго, на протяжении очень многих лет. Они предъявляют, служба возбуждает исполнительное производство. Порой до выхода на пенсию, если человек был преклонного возраста, исполнительный лист впоследствии будет направлен для удержания в управлении пенсионного фонда. Напоминаем, что граждане, у которых низкие доходы и высокая коммуналка, могут обратиться в Управление соцзащиты населения за назначением субсидии. Но для этого нужно не иметь долгов.